Уважаемые товарищи, на повестке дня актуальные вопросы развития Витебского региона. Один из самых горячих – уборка урожая и заготовка кормов, также ряд других, поэтому я позволю себе более обширно обозначить эти вопросы. Месяц назад на селекторном совещании мы обсудили все острые моменты и приняли необходимое решение и по уборке, и конкретно по областям, в том числе и по Витебску. Вместе с тем ряд проблем сохраняются. Свыше третьей площадей пока не убраны в Витебской области. Урожайных зерновых существенно меньше прошлогодней, заготовка кормов также ниже уровня прошлого года. Ну я понимаю, губернатор сейчас скажет, мы уже видели, как нас засушило. Половину засушило, половину были нормальные посевы. Надо было компенсировать недобор урожая в засушливых районах, хорошим урожаем, ну допустим, в западных районах. Я хотел бы, тем не менее, от председателя облсполкома услышать результаты уборочной кампании, предварительные, потому что уборка хлебами еще не заканчивается. Впереди уборка картофеля, кукурузы и многих других культур. Мы также должны оценить работу агропромышленного комплекса Витебщины в целом. И если Витебщина или другие районы нашей страны чего-то не добрали, зерновыми колоссовыми, рапсом, у нас стоит прекрасная кукуруза. Я предупредил вице-премьера, присутствую здесь и нового министра сельского хозяйства о том, что тяжелейший и важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу, особенно на зерно. Отличная, как никогда, стоит кукуруза, отличный урожай. И я уверен, если мы все уберем, то мы еще 2 миллиона тонн можем получить кукурузного зерна. Но убирать кукурузу на зерно или на силос – это ваше дело. Не надо гнаться ради того, чтобы только вот получить зерно. Но если сформировался хороший початок, то и кукурузный силос будет очень хорош, особенно для Витебской области, для других тоже. Более трех лет назад издан указ, 70-е. Области оказана весомая государственная поддержка, Витебской области. Расчистка долгов, рассрочка обязательств на 15 лет и прочее. Помните это. Помните наш разговор. Жестокий, мужской. Результаты работы Витебска АПК мы рассматривали неоднократно, в том числе на воездных совещаниях. Нынешний губернатор Александр Михайлович давал заверение, что рост эффективности будет обеспечен. Ну, понятно, отступать уже некуда. Ни Витебской области, ни Могилевской, ни Гомельской, как и другим. Сегодня мы видим отдельные позитивные подвижки. Сельское хозяйство области в целом показывает положительную динамику. В целом. Растут производства молока и удои на корову. Если не будет кормов, то эта динамика обвалится. Это крайне недостаточно. Проблем у нас хватает. Снижается поголовье и производство скота. Не хватает сырья. Не загружены мощности мясокомбинатов. Всего лишь на треть они загружены. Мясокомбинаты. Молочные предприятия загружены на 70%. То есть есть куда расти и есть где перерабатывать сырье, молоко и мясо. Слабая дисциплина расчетов. Это недопустимо. Это недопустимо. Повторяю, если у предприятий нет денег рассчитаться с крестьянами, с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. За поставленное особенно молоко и мясо. Самое печальное, что в том числе и с населением, не рассчитываемся от которого, поступают систематические жалобы. Хотелось бы услышать от председателя облсполкома, где резервы, как планируем завершать год. Следующая тема. 11-й форум регионов Беларуси и России. Летом будущего года Витебск станет площадкой для его проведения. Надо максимально серьезно отнестись к подготовке. Знаю, что предложена генеральная идея мероприятия «Наука и инновации для экономического развития союза». Нам есть, что предложить партнерам. Успех ТИБА-2023 тому подтверждение. И есть, что позаимствовать у российских коллег из науки. Предстоящий форум – это еще одна площадка для новых бизнес-идей. От инновационных наработок до заключения крупных контрактов. Надо доложить о разработанной концепции, планах по организации и наших фишках, которые мы готовы предъявить народу. Может, пришло время пригласить к участию партнеров и из других стран. И главный вопрос, с которого мы начнем нашу работу – реализация важнейшего проекта – создание отечественной противовирусной вакцины «Белвидунифарм». Этот вопрос еще для нас важен сегодня потому, что губернатор Витебской области – специалист в этой сфере. И обещал не подключиться к этому вопросу. На финансирование проекта деньги были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде. По плану строительства завода должно завершиться в этом году. Как мне докладывают первый этап, позади опытная серия вакцины выпущена. Помните, мы ездили, смотрели, планировали построить настоящий завод по производству собственных вакцин. Почему в Витебской области? Потому что есть опыт. Там вакцины для животных мы умеем делать. Наработанные здесь технологии мы сможем в дальнейшем широко использовать для производства иных вакцин и лекарственных средств. Это я особо подчеркиваю. Хочу услышать о качестве полученного белорусского препарата, насколько он действенный, в какие сроки мы сможем закрыть потребности страны в вакцине, пока вакцинируем по сути чужим продуктом. Кстати, публично предупреждаю Минздрав, что мы жесточайшим образом разберемся с системными случаями приписок и бесхозяйственности в ходе вакцинации населения, выявленными Комитетом государственного контроля. Далее. Прошу также доложить, как движется второй этап. Здесь следует подумать о более масштабных планах и расширении линейки продукции, чтобы не ограничиваться одной вакциной. Как меня информируют, есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови. Очень важное направление. Как эти планы увязаны с выполнением моего поручения о создании биотехнологического кластера. Вопрос крайне чувствительный. Именно поэтому я пригласил определенное количество специалистов в этой области. Как видите, ряд вопросов, ряд проблем, которые мы должны обсудить и при необходимости принять соответствующее решение. Александр Михайлович, пожалуйста, вам слово. Как докладывалось вам ранее, для защиты страны по всем направлениям биологической безопасности была разработана и утверждена правительством концепция по биологической безопасности. Для достижения поставленных задач в первоочередном порядке определены задачи по укреплению межотрестливого сотрудничества и координации работы всех служб, которые имеют отношение к данному вопросу. После предыдущего доклада что сделано? На базе рабочей межведомственной группы при правительстве создан институционный штаб, работу которого сегодня координирует Минздрав, и совет. Совет при Совете Министров. Этот орган координационный включает в себя представителей Минздрава, Минсельхозпрода, ветеринарные службы, санитарные службы, эпидемиологов ведущих, Совет Безопасности, и на данный момент его возглавлять будет премьер-министр. Собираться он будет раз в квартал и координировать всю нашу работу. Далее, как было ваше поручение, проработан вопрос создания на территории Юрьской области биофармакологического кластера для концентрации именно научной мысли и высококвалифицированных специалистов-технологов для высокотехнологичных производств. Было отработано много идей, множество предложений, как коммерческих структур, государственных структур, ученых, изучен мировой опыт. Мы пришли все равно к выводу, что в центре вот этого кластера должна быть научно-практический центр, который будет генерировать идеи и создавать передовые разработки во всех сферах биотехнологической науки и внедрять там же на производствах, которые будут формироваться рядом с ним.